Всем привет, друзья! С вами Дима Ван Пойнт, это Need for Speed Most Wanted, это Pepega Edition версия 2.0, и мы продолжаем прокачивать машины со значком плюс. В предыдущей серии у нас был вот этот Pentiac GTO, который, естественно, у нас прокачался в такую версию, типа как из Need for Speed Pro Street. Поэтому, если вдруг не смотрели этот видос, то сверху подсказочка появилась. Ну, а сейчас мы продолжаем дальше смотреть, что у нас по тачкам. Блин, я уже достаточно много, на самом деле, автомобилей прокачал с этим плюсовым тюнингом. И давайте смотреть, что у нас получается следующее. Так, Кайманчик, я не помню, у нас был? Нет? Кайманчик, по-моему, у нас не было. Так, а какие у нас следующие автомобили были? Ну да, значит, получается у нас на очереди сейчас Porsche, друзья, Кайман S. Ну что же, вот это будет интересно взглянуть, потому что эта тачка должна быть прикольно по тюнингу. Итак, берем его, прям желтенькая, как надо. Так, сразу же в рис, и, конечно же, хочется посмотреть, что у нас под весом Body 1. Неплохо. Body 2, Body 3, Body 4, Body 5 и Body 6. Я так понимаю, что у нас все вот эти обвесы, они какие-то, наверное, как и были в NFS Most Wanted. Есть у меня вот такое вот подозрение. Так, что здесь такое плюсовое, интересно? Вот хотя вот этот обвес я, честно говоря, не особо помню. Хотя, может быть, он и был, опять же, в NFS Most Wanted. Вот, но тем не менее, значок плюс есть, значит, какой-то тюнинг можно будет еще сверху поставить на эту машину. Итак, смотрим, что у нас по спойлерам. Ох, спойлера, конечно, максимально жирные. И есть у меня такое подозрение, что здесь не будет у нас каких-то интересных вещей. Хотя сейчас давайте взглянем. 43 спойлера, и тут у нас наших мега-колхозных, мега-мемных, наверное, не будет. Да, их нету. Здесь можно поставить такие достаточно обычные лавочки. Ну, давайте, наверное, это и сделаем. Достаточно обычную лавочку я сюда поставлю, вот такую. Пускай оно будет. Ну и, конечно же, десули, десочечки. Давайте зайдем сначала в Адван. Кстати, уже неплохо Адваны смотрятся на данном автомобиле у нас. Американ Рейсинг. Так, но Американ Рейсинг, конечно, сюда ставить не надо. БиБиЭсы. Что у нас по БиБиЭсам? Ну, кстати, блин. Ага, я понял. Хорошо. Это у нас БиБиЭсы, которые были на М3. Кстати, ну вот неплохо, неплохо, кстати, на них смотрятся БиБиЭсы. Я не знаю, может быть, сюда и поставим как раз их. А, чё, нет. Давайте их пихнем. Пускай будет. Всё, у нас Порше будет на БиБиЭсах. Теперь карбоновые капотики всякие у нас тут. Ну, я что-то пока что какого-то слишком разнообразного тюнинга не вижу. Я, конечно же, не прокачивал в Need for Speed Most Wanted в обычной версии без модификации Кайман. Потому что я вообще не помню, был он там, не был. Вот реально, вот почему-то мимо этой машины я всё время проходил мимо. Хоть я и люблю Порше, но вот Кайман, как-то у меня особо душа к нему не лежит. Когда... Но тут у нас всё-таки плюс. Поэтому, ну что, давайте поставим вот такой вот. Карбон уже мутить не будем, ладно. Меньше карбона, богу карбона, так сказать. Но вот это вот ставить уже не будем. Потому что всё-таки мы сейчас находимся в 2005 году, чтобы ставить воздухозаборники на крыше. А вот салончик, это интересно. Там мы внутри можем переделать. Style 1, Style 2 и Style 3. Я поставлю Style 3, потому что там видно, что у нас внутри поменялось всё прям в гоночную сторону. Каркас, конечно, я там не вижу. Но там гоночные ковши и панель приборная тоже гоночная. Опять же, всё это не видно, но тем не менее прикольно, что ребята заморочились и добавили такие фишки. А вот теперь начинается жирнота. И мне это определённо нравится. Итак, крыша. Style 1. Оу. Оу, май. Оу, май. Да вы только посмотрите на это. Вот это, вот такое кайф. Вот это кайф. Но, к сожалению, у нас всё лишь один такой стиль есть. Поэтому нам придётся его оставить. Ну, you don't need this. Естественно, тормоза, которые нам, естественно, не нужны. Но нужно что-нибудь поставить такое, чтобы оно смотрелось. Ох, кок. Так, наверное, тормоза отлично подойдут под Porsche такого цвета. Так, у нас можно поменять фары. Оу, ребята. Цвет автомобиля можно фары сделать. Вот это, я понимаю, стилёк. Давайте в цвет автомобиля и сделаем. Пускай будет. Теперь у нас фонари. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это круто. Можно поставить старые каймановские фонари. Вот это хорошо. Но мы поставим немножечко затонированные, чтобы это всё было максимально стильно. Боковые зеркала. Боковые зеркала. Охренеть. У меня вот просто нет слов. Наконец-то нормальный тюнинг. Что это за малипусечки такие? Ну ладно, кстати, насчёт малипусечек. У нас же такая машина типа гоночная. Поэтому ставим малипусечки вот эти. Слот 1. Дополнительные у нас тут вещи всякие. Давайте смотреть, что у нас. О-о-о. Ну наконец-то. Можно поменять сидушечку. Можно поставить офигенный там себе такой сиденец вообще как надо. Вот это я понимаю ковши. Так, ну естественно, Porsche там поставим прям огромный. Слот 2. Давайте смотреть, что у нас здесь. Ага, и естественно, слот 2 мы меняем сиденье рядом. Окей, хорошо, поменяли. Слот 3. Да, это смотреть. Там что-то тоже меняется. Я только не вижу. Что там, по-моему, руль меняется. Да, там, по-моему, руль меняется. Сейчас, давайте посмотрим. Что за руль у нас там теперь? Так. Какой-то Porsche-ский руль. Стайл 2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, видно вам нет? Наверное, нет. Сейчас попробую приблизить. Давайте кликаем, 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 кликаем. Вот видите, там у нас такой руль Момо, что ли, стоит. По-моему, руль Момо. Ну и поскольку у нас все-таки, как я уже сказал, коночный автомобиль сегодня. Давайте поставим руль Момо. Блин, прикольно. Слот 4. Я не ожидал. Я уже хотел на самом деле расстроиться. Думал, что ничего здесь на эту тачку нету. Ну вот, смотрите, даже каркас безопасности можно добавить. Причем на выбор их дофига здесь штук. 22 каркаса безопасности. Это вам не шутки. Здесь можно реально сделать много всего. Но поставим, наверное, каркасик вот такой вот, просто черный, чтобы он у нас там особо не был виден. И последний слот, пятый. Я уже просто предвкушаю, что же там будет. И у нас что-то меняется сзади. Что именно меняется? Что-то не было. Ага. Багажник, получается, можно еще карбоновый замутить. Ну что же. Ладно, раз мы уже сделали карбоновую крюшу, давайте карбоновый багажник тоже замутим. Короче, офигенный тюнинг у Каймана. Реально офигенный, блин. Меня это все начинает дико радовать. Потому что я люблю, когда у нас много тюнинга. Шихарно. Просто замечательно. Итак, Кайманчик у нас сделан. Максималочку тоже прокачан. Что у нас по цветам? Давайте смотреть, как у нас сейчас будут фары меняться. А фары у нас не будут меняться, а фары будут оставаться желтыми. Окей, тогда как всегда, красим просто в белый цвет. Кустам. Так, а если в такой белый? У нас тут получается прям матово-белый. Матовые цвета, кстати, на машину я еще не ставил. Так, смотрим сразу, что у нас по винилам. Кастами, наверное, ничего. А нет. Кастами у нас есть вот этот вот винильчик. Неплохо, кстати, выглядит. Комьюнити. А вот в комьюнити ничего нет. И это немножко печально, потому что я хотел прям максимальную пушку-гонку сделать из этого автомобиля. Но теперь получается, что не очень все это получится. Так, а если у нас взять боди? Боди сейчас будет, правда, не видно особо, что у нас и как. Но я хочу сделать, прям знаете, чтобы автомобиль выглядел так, как будто он сошел вот с какого-то гоночного трека. Поэтому нужно какую-то максимально интересную раскрасочку под это все дело замутить. Прямо чтобы она была по кайфу. Так, давайте смотреть. О, вот это вот, конечно, у нас интересно выглядит. Так. Вот, кстати, вот это неплохо. Давайте посмотрим, что у нас по цветам получится. Надо, наверное, чтобы он был желтый, да? Чтобы немножко сочеталось у нас с фарами как-то. Ну, в общем, я думаю, что вот такой вот какой-то желтый, такой немножко блеклый, похожий, ну, вы знаете, на цвет чего. Я, наверное, добавляю. Пускай будет. Единственное, только почему не покрасилось. Я же, блин, нажал от AdCard. Вот. Все. Теперь у нас покрасилось. Шикарно. Ну, что же. Главные атрибуты гонг. Это у нас, естественно, декали. Спонсорские декали. Поэтому сейчас их будут добавлять много. Но сначала посмотрим, что у нас по дискам. Нужно их сделать максимально красивыми. И давайте сделаем вот такими. Пускай будет. Давненько мы не делали колхозные дисочки. С черной внутряночкой, да? Так. Естественно, слегка подтонируем. Прям лайт. Лайт-блэк сделаем. Ну, а сейчас самая главная магия, которую я абсолютно всегда вырезаю. Будем наводить суету. Будем сейчас клеить много наклеек со спонсорами. Ну, что же. Спонсорские наклейки я сделал. И даже номер зафигачил. 0-0. Да, потому что пока что я не определился, какие цифры должны быть на этом автомобиле. Поэтому пускай будет пока что 0-0. Но в целом, мне кажется, машина в таком виде смотрится максимально по гонушному. И да, несмотря на то, что у нас здесь получается матовая покраска, да? Я больше люблю, конечно, глянец или металлик. Но, тем не менее, матовый цвет зато прекрасно проявляет все наши вот эти спонсорские наклейки. И выглядит это, ну, как мне кажется, прям реально. Как будто машина специально покрашена была вот так вот матово. Чтобы все это было хорошо видно. Ну, что же, кастом каучи здесь нужно что-то серьезное ставить. Поэтому в этот раз, наверное, ставлю я снова вот этот вот у нас циферблат или дисплей. Как это правильно назвать, я не знаю. Давайте мы его долбанем. Желтый, да. Пускай будет у нас вот так вот. Практически как в стоке. Ну и, конечно же, на номере сейчас нужно зафигачить Porsche. Потому что в данном случае Porsche будет смотреться вообще замечательно. Потому что сверху у нас там на багажнике стоит Cayman S, а не значок Porsche. Поэтому вот так вот зафигачиваем. И мне кажется, что наша машина максимально готова. И насколько я помню, в принципе, Cayman в NFS-ах ездил всегда хорошо. Поэтому сейчас я вроде как не должен напрягаться. Поэтому сейчас выбираем просто кольцевой заезд. Вообще абсолютно любой. Просто какой мне попадется. Ну давайте опять в госпиталь и ватерпарк. Так же, как у нас было в предыдущей серии. Возьмем ту же самую трассу, тот же самый заезд. Единственное, у нас, естественно, будут, наверное, немножко другие соперники. Ну как бы это логично. Они другими здесь и должны быть. И заодно, кстати, посмотрим, кто против нас едет. И, кстати, знаете, я думал, что машины будут более серьезные. Но нет, тачки не особо серьезные. Ну а я тем временем нажимаю на нитро. И машина выстреливает. В принципе, это подтверждение того, что я и говорил. Что тачка едет очень даже неплохо. Хайман в сериях МФС всегда был хорош. Да и вообще, в принципе, Порше в МФСах всегда были хороши. Но смотрите, меня тут обгоняет импреза. Которая просто полетела вперед как сумасшедшая. Слушай, импреза, не напрягайся так сильно. А то еще что-нибудь стуканет. Нам это определенно не надо. Ох ты. А вот это был занос. А вот это был занос. Это просто жесть. Ну, конечно, за замедление немножечко сбиваем всякие объекты. Без этого никуда. Блин, ребят, ну это, конечно, капец. Вот посмотрите, как он там все сшибает и при этом улетел. Что это за машина такая? Что это за соперники такие? Как его вообще догнать? Вроде догоняем. Ну как едет Кайман? Кайман мне нравится. Он не особо быстрый такой, но он достаточно управляемый. Да что ж ты будешь делать, а? Сколько здесь трафика? Аккуратно, аккуратно проезжаем. Вот это вот ломаем. И вот тут вот у нас резкий разворот. И на нитро мы залетаем вот сюда. И вроде там никого даже нету, да? Да, он достаточно медленно повернул. Блин. Офигеть. Я не ожидал, что у нас сейчас такая сложность будет. Смотрите, как он нагоняет. Как он несется. Это что за читерская суба такая? Это просто капец. У меня слов нет. Ну тут в замедление войдем. Так вот аккуратненько. Тихо, тихо, тихо. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Нет, нет, нет. На двух колесах ездить не надо. Hammer Time нас явно спас. Мы приехали. Кайманчик покоцанный. Пока что ничего не могу сказать об этой машине. Очень странно. Не особо показательный заезд получился. Поэтому сейчас поедем, как всегда, во фрером. Немножечко покатаемся. И, конечно же, настроим уже в Курутактик с автомобиль. Потому что он явно этого просит. То есть потанцевал в нем вроде есть. Но я пока что этого потанцевало здесь не чувствую. О, вот теперь машины против нас намного серьезнее. Вы видели? Рядом римок стоит. Концепт 1, который, честно говоря, никуда не едет в этом модификации. Но, тем не менее, вот старт пробуксовывает. В поворотах начинает куда-то заносить его. Поэтому давайте, опять же, по Курутактикс сделаем. Райт хейт и аэродинамику. Я напоминаю, что именно так Куру прокачивают все автомобили. Поэтому мы делаем точно так же. Ведь Куру у нас тут признанный спидраннер, да, по Need for Speed Most Wanted. Рекордсмен, так сказать. Поэтому делаем точно так же. И, слушайте, машина удивления поехала. Причем это выглядит быстрее, чем есть на самом деле. То есть едем мы сейчас всего лишь 260 километров в час. Что не является какой-то сверхскоростью, да. Но машина за счет того, что очень хорошо держится и неплохо заходит. Повороты, блин, он тут врезается в нас. Откуда он там вообще выехал, непонятно. Тачка прям неплохо сейчас себя чувствует. То есть вот тут настройки прям реально вот решают. Реально решают. Потому что до этого она была такая немножечко ватненькая. И как-то сложновато было ее управлять. Но теперь вот немножечко подкрутив, все стало вообще отлично. Понятное дело, что по воротах оттормаживаться все-таки немножечко нужно. Как по рейсам она не ездит. Но тем не менее, давайте вот тут проверочку замутим. Проверочку замутим. Естественно, трафик мне просто перекрыл траекторию. И мне, блин, пришлось вот как-то вот так вот по-хреновому заехать в этот подземный паркинг. Я обычно здесь просто люблю проверять. Но вот посмотрите, вот куда ты стоял? Вот зачем ты там стоял? Вообще непонятно. Короче, люблю я по этому подземному паркингу проезжать и смотреть, насколько хорошо управляются автомобили. Потому что туда залететь на аккурате это очень сложно. Но и вот сейчас вы в принципе видели, что очень сложно на аккурате залететь. Ох ты ж, какую мы аварию только что сделали. Не, ну машина управляется прям хорошо. Прям хорошо. Я думал, что будет у нас все намного хуже, но нет. Все достаточно хорошо и беспроблемно, я вам могу сказать. Просто спокойно залетаем. Без всяких вообще проблем. Там, где нужно, оттормаживаемся. Как нужно вообще машину управляем. Черт, мне даже нравится на ней ездить. Реально. Мне реально нравится ездить. Потому что она выполняет именно те вещи, которые я от нее прошу. А в Most Wanted это, ну... Я бы не сказал, что это, конечно, редкость. Да, есть достаточно большое количество машин, которые здесь управляются хорошо. В данном случае у нас еще и модификация. Вот надо было тебе повернуть, а? Хотел обогнать его по встречке. Так, мы тут, кстати, максималку только что еще не измеряли, да? Надо бы ее и максималочку замерить. Что-то я прям резко закидываю ее в повороты. Ох ты ж, как мы пролетели здесь. Так, ну что же, у нас есть прямая. 230 вижу. 240. А вот там у нас уже сейчас пойдет срезочка. Ну ладно, поехали, куда? Прыгнем. Не отормозился. Не отормозился. Вот интересно, кстати, куда я сейчас приеду. У нас тут открытая карта, да? Прироун. Вот куда сейчас? Что у нас будет? Сейчас мы улетим за карту. Естественно, нам показывают вот это все в замедлении. И там у нас уже все, как бы. Все, уехали за карту. А, ну да, тут же вот так все сделано. Ага. Отлично. Просто замечательно. Так, ну что? Ладно, выезжаем отсюда, вот. Уехали, блин, за карту. Так и не замерили максимальную скорость. Короче. И не супербыстрое. Они какие-то, знаете, вот тут все машины, которые, по крайней мере, находятся в тюнинге плюс, они как будто такие плюс-минус одинаковые немного. Ну, по крайней мере, мне так кажется. После настроек они плюс-минус одинаково начинают ехать. И я не вижу вообще большой разницы в этих автомобилях. Понятное дело, что это аркадная игра. Какую я тут разницу хочу увидеть как-то? Логично, да? Максимально аркадная старая игра. 2005 года. Ничего по физике здесь из машин не выжмешь. Аж просто какая-то машина побыстрее, заносит больше и так далее. Но, тем не менее, давайте разгоняться, как всегда, до 400 км в час. По нашей любимой дороге, по нашему любимому шоссе. Ну, вот 300 мы набрали. Но, опять же, как-то достаточно медленно мы набрали 300 км в час. Сейчас, понятное дело, если на этой машине проходить карьеру, то можно будет набрать прикольных деталей там. И, в принципе, тачка будет ехать намного быстрее. Хотя, смотрите, она, кстати, уже 30-30 набрала. То есть, что получается? По максималке все достаточно неплохо, я так понимаю. А вкупе с тем, что эта машина очень неплохо управляется. Слушайте, а неплохой кайман-то у нас в итоге получается. Блин, реально неплохой. Я серьезно думал, что у нас будет все хуже. Но, по сути, оказалось, все очень даже неплохо. С настройками эта тачка прям, ну, я бы не сказал, что имбовая. Но едет прям кайфово. Блин, мне нравится. В общем, а как вам? Пишите обязательно об этом в комментариях. Потому что мне кажется, что кайманчик получился, в принципе, неплохой. Поэтому не забываем ставить лайки, если понравилось. Конечно же, подписываться на канал, если еще этого не сделали. И, конечно же, нажимать на колокольчик. С вами был Дима OnePoint. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!